В древнем адыгском ауле звучат слова молитвы. У собравшихся зелёные ленты с датами начала и окончания Кавказской войны. Вспоминают всех погибших. 50-летний конфликт искалечил миллионы судей по обеим сторонам фронта. Российская армия потеряла в той войне сотни тысяч человек разных национальностей. Почти три миллиона адыгов, которые населяли Черноморское побережье, по окончанию были депортированы. Уже три десятилетия возле тюльпанового дерева вспоминают бои минувших лет. Возле этого монумента, который появился на месте поселения древнего рода адыгов Шапсуга в Мугу, проходят встречи старейшин. Но беседуют они больше не о прошлом, а о будущем. Что нужно сделать для сохранения национальной культуры – главный вопрос, который теперь волнует представителей кавказских народностей. В планах – развитие традиционных видов сельского хозяйства и получение в долгосрочную аренду садов, которые сейчас поросли травой. Но главный упор, как и столетия назад, делается на воспитание детей. По сущности, по натуре адыги – очень активный народ и трудолюбивый. Нельзя этого отнимать. И около шести тысяч проживает в городе Сочи. И мы считаем, что именно эта идеология, идеология консолидация должна быть передана нашим детям, передана будущим поколениям. В маленьком предгорном ауле собрались десятки национальностей, населяющих Большой Сочи. Русские, украинцы, армяне, греки также пришли на акцию памяти, чтобы помолиться и возложить цветы в память о своих предках.